всем здравствуйте я вас приветствую на видео по образцам для мастер-классов в леонардо сегодня я покажу два кулона два браслета и две брошки давайте начнем с кулонов значит вот этот кулон называется zara и здесь в основе кулона лежит тоже галька если вы не были на кулоне зульфия то в принципе вы можете вы выбрать вот zara мы будем точно также оплетать этот эту галечку чтобы получился кулон я выбрала такого красноватого цвета гальку мне понравилось у нее какой-то такой отблеск еще интересный но сейчас наверно трудно показать потому что лампочка отсвечивает вот но это тоже из разряда такого мастер-класса который вас научит облетать любой кабошон любую гальку чтобы получить кулончик сейчас у меня зульфия на руках вот можете сравнить зульфию с зарой здесь ничего подвесить не удалось но здесь есть вот стеклянная подвеска она в том смотрится поэтому красиво здесь ничего не удалось подвесить но я думаю что здесь и так самодостаточный кулон если вам нравится такой насыщенный цвет он идет вот именно этот цвет он идет в принципе и блондинкам и брюнеткам приходите на этот кулончик он будет чуть попроще поскольку у нас здесь есть просто бэйл здесь мы плели бэйл а здесь простой был его гораздо легче приплетать и кроме того мы здесь будем использовать ювелирный шнур который вот именно шнуром здесь мы использовали ювелирную ленту вот эта разница этих кулонов zara появился уже в продаже вы можете зайти на сайт и там уже билеты продаются если конечно успеете купить потому что я сегодня глянула как тактильно очень его разбирают что меня не может не радовать конечно же еще один кулончик который еще не выставлен я его не фотографировала но скоро фотографирую поэтому он будет выставлен это кулон с со стеклянным кабошоном и этот кабошон я красила то есть вы видите здесь если видите потому что лампа как всегда отсвечивает но эта краска с эффектом и вот такая интересная получается основа потом мы этот кабошон обшиваем в основном таким черным цветом с добавлением голубого мне кажется классическое сочетание голубой с черным такой же абсолютно был как и на заре и цепочка черная я надеюсь он понравится это что касается кулонов давайте покажу два браслетика один браслетик вот так золотистых оттенках как вы видите здесь до три цвета золото светлое такое среднее темное золото и в итоге получается браслетик что мы здесь будем пробовать мы будем пробовать прямой прямое плетение вот видите здесь кусочек прямого плетения потом идет плетение по спирали и заканчивает опять прямым плетением в принципе если вы научитесь плести такой браслет то вы можете поиграться вот этими вариантами то есть вот сделать покороче кусочки мне кажется будет смотреться очень интересно очень простая застежка на карабин вполне надежная одна их самых надежных застежек потому что вы знаете что для магнитной застежки нужно будет цепочка чтобы не потерять его вот для тогла нужно делать четко по руке чтоб тоже он случайно не расстегнулся а вот карабин он в принципе застежка на все времена такой браслетик и еще будет у нас браслетик из твина по чуть побольше этот по уже браслетик хотя он тоже не самый узкий такой наверное сантиметр есть даже побольше этот по еще покрупнее плетется он из твина и тоже здесь как бы я подобрала рисунок вот так чтобы спиралью закручивались определенные цвета очень летний на мой взгляд девчачьи цвета здесь все нежные такие полупрозрачные сами твины полупрозрачные прокрашенные только отверстия смотрится очень симпатично если вы любительница браслетов приходите а плетение я не скажу что супер-пупер сложная мы такого подобного типа браслета уже плели но почему бы не получить в свою коллекцию браслетов еще и такой потому что они в любом случае все будут отличаться и по цвету и по виду то есть кажется что все-таки он немножко по-другому выглядит и еще покажу вам две брошки значит первая брошка называется восточная сказка здесь в центре лежит опять кабошон мы будем вышивать кабошон и делать такую объемную юбочку в конце вот вы видите край он достаточно объемный здесь два ряда бисера два ряда отделки эта брошка у нас на большой основе крупная то снова три с половиной что ли даже 36 сантиметров считается ну вот вот таким образом это все выглядит кстати кабошон может отличаться так как я брала кабошон из ассорти там есть разные абсолютно орнаменты на этих кабошонах но мне все очень нравится я практически не могла выбрать кабошон для образца потому что ну какой не возьми все хорошие я бы все сразу бы вышила жалко что так нельзя сделать просто у меня сейчас под рукой нет вы можете посмотреть что за кабошоны в этом ассорти ассорти так и называется восточная сказка можно зайти в интернет магазин и посмотреть эти кабошон чеки как они выглядят и последняя брошечка очень сверкающая здесь мы будем использовать личико распечатку личиков и в основном мы будем вышивать кокошник здесь кокошник очень сверкающий по какой причине потому что основным материалом для вышивки являются стразы вот у нас здесь крупные стразы стразы разных размеров и даже разных форм такие более овальные стразы у нас посередочке потом идут круглые стразы по крупней покрупнее и вот здесь вот помельче ну и какие-то оставшиеся места можно зашить бисером вот я придумала ей такой кокошник кроме того у нее есть еще серьги очевидное украшение и соответственно это брошка мы здесь будем пользоваться натуральной кожей и застежкой для броши небольшой застежкой очень симпатичной в итоге получилась красавица мастер-класс так и называется русская красавица приглашаю вас он уже тоже есть продажи частично из того что я показала уже есть продажи вы можете зайти приобрести билеты если успеете ну надеюсь что успеете это пока все что я хочу могу собственно говоря показать вам как образцы для мастер-классов в то же время в конце я напоминаю что если вам нравятся мои изделия вот эти образцы вы можете приобрести после мастер-классов на странице вконтакте ссылка на эту страницу на этот альбом будет в инфобоксе так что заходите выбирайте по очень приемлемым ценам вы сможете приобрести для себя или для своих подруг украшения спасибо что заглянули сегодня на канал всем желаю крепкого здоровья мирного неба и до новых встреч до свидания